Конкурс управленцев лидеров России в Приворском федеральном округе объявляется открытым. Участники на протяжении четырех месяцев проходили испытания, чтобы на очной ставке показать, на что способны. Полуфинал – это два дня работы, соперники и десятки заданий. Каких именно – секрет. Информацию не раскрывают, но кейсы конкурса помогают вычислить настоящего управленца. Всем очень понравился первый кейс. Он такой социальный, я бы сказал так, он сразу бы реальную жизнь показал, как это происходит в реальности, когда за короткий период времени надо сделать какую-то глобальную серьезную задачу. Задачу можно решить, работая в команде. И здесь возникают конфликты управленцев. Сегодняшний полуфинал особенно сложен своей конкуренцией. Почти каждая пятая заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приворского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Ну и, как Глеб Сергеевич сказал, показывают себя хорошо и представители Приволжии вообще, и Нижегородской области в частности. Ну и, конечно, действительно, как вы сказали, мы за всех переживаем, болеем и желаем успеха. Лидеры России – это отличная возможность понять свой потенциал, но не просто там сидя и сдавая тесты, а взять и воочию посоревноваться с такими же интересными, активными, талантливыми ребятами, которые приехали сегодня. Это люди со всего Приворского федерального округа. Самое большое число полуфиналистов представляет Нижегородская область и Татарстан. По 42 человека. Важность этого проекта трудно переослить с учетом их масштабных задач, которые сейчас стоят перед всей страной. И для их решения, конечно же, нужны талантливые, умные, целеустремленные специалисты, которые имеют опыт решения сложных задач. Любой конкурс, любой сезон конкурса – это возможность для людей самопроверки, приобретения уверенности в себе. Например, те, кто победил. Многие из них получили какие-то кадровые назначения. Я сейчас говорю про страну в целом, про Нижегородскую область. Некоторые губернаторами стали, некоторые министрами. Партнеры третьего сезона лидеров России уже интересуются победителями, сказал руководитель конкурса. Но точных позиций пока не выдал. Кто же сражается за место в финале? Представитель фармацевтической компании. Соревновательный дух мне очень близок, потому что я участник, победитель более 40 олимпиад. Но это было давно еще в школе. И сейчас каждый новый профессиональный конкурс – это новый опыт. И еще один шанс подтвердить то, что я все еще могу. За выход в финал борется аудитор счетной палаты Татарстана. Я вновь в полуфинале настроен на победу, чтобы принять участие в образовательной программе для победителей конкурса. Есть представительница социального проекта «Мама девяти детей, четырех родных и пяти приемных». Знаете, как бывает у мам, которые постоянно в зоопарке, что ты занимаешься своим делом, детьми, еще чем-то, но на себя, на свой личный рост, на повышение своих компетенций, на то, чтобы просто найти время и заняться своим апгрейдом. Это, как правило, на это время не хватает. Каждое слово, действие и решение участников оценивают эксперты. Мы предложили полуфиналистам встать на их место и оценить конкурентов. Все очень интересные. Каждый по-своему лидер, каждый по-своему интересный просто человек и профессионал своей области. И поэтому это подкупает. И сделать выбор сразу, вот сказать, что вот этот вот выйдет, а этот нет, наверное, пока преждевременно. Финал конкурса пройдет в Сочи весной этого года. Удачи, нижегородцы! Александра Шеломцева, Максим Веселов. Время новостей.